Начать подключение. С наступившим 2023 годом. 2023. Да, 2023 год наступил. А это значит что? Правильно. Продолжение популярных аниме. Я откладывал этот ролик каждый на 2023 год неспроста. По той простой причине, что именно сейчас больше всего понятно, какие аниме-продолжения следует ждать в 2023 году и когда. Откуда я это знаю? Все просто. Как человек, который озвучивает аниме, я имею доступ к этой информации, никто к ней не имеет. А вот тот, кто озвучивает, имеет доступ к этой информации. Ладно, шучу. В описании оставлю ссылку на сайт, где можно самому посмотреть, когда какие продолжения выходят. Вот. Да, там достоверная информация публикуется с официальных сайтов. Только там все на английском, поэтому, как бы, ну, если хотите, разбирайтесь. Если не хотите, смотрите данное видео. Я вам сейчас все подробно расскажу. Поехали! Ночное зимнего аниме-сезона 2023 года и по порядочку. Ну, во-первых, зимой 2023 года стартует продолжение аниме-сериала «Непризнанной школой владыка демонов». Сильнейший владыка демонов в истории поступает в Академию, переродившись своим потомком. Почему такие названия длинного аниме постоянно? Блин! Первый и самый могущественный владыка демонов Анос, наносящий титул тирана, уже почти освоился после своего долгого отсутствия. И хотя его не было 2000 лет, он уже успел вернуть себе часть своей истинной силы. Жесткий какой. И он просто сметает любые препятствия на своем пути. Ну, действительно, кто ему может составить конкуренцию, если он великий владыка демонов? Хотя, может, во втором сезоне кто-нибудь найдется. Дальше у нас идет «Не люблю боль», поэтому собираюсь вкачать все в защиту второй сезон. Была такая девушка Мэйпл. Она прокачала на максимум всю защиту, и теперь горе не знает, потому что ее буквально не пробить. Играя в игру, она нашла много новых друзей и основала клан «Кленовое дерево». А вместе с товарищами она участвует в игровых турнирах, так называемых ивентах, и там соревнуется с другими кланами, и даже занимает призовые места. Ее игровой стиль весьма необычен и уже стал известен. Так что теперь она стала лицом игры. Ну, а на новые навыки и новых противников вы посмотрите во втором сезоне. Кровавая сага о викингах получает второй сезон. Мы все этого долго ждали. Наконец-то мы сможем продолжить следить за судьбой главного героя Торфена. Один из самых успешных за последнее время шедевров от Вид Студио покажет нам времена викингов. Жестокие и местами несправедливые. Только вот говорят, в Винлэнде царит вечный мир. Действительно ли это так? Или это лишь утопия в мире нескончаемых войн, узнаете совсем скоро. Человек, выбранный богами второй сезон. В новом сезоне, события которого разворачиваются через три года после предыдущего, наш главный герой впервые отправится на поиски приключений, чтобы открыть новый магазинчик со слизнями и воссоединиться с Иллиарией. Вместе с друзьями они будут подавать уникальную еду на фестивалях, обучать новых искателей приключений, и все, как обычно, что там высекая их делается, вот все там и будет. Так что если вы это вдруг смотрели и ждали, ну вот, пожалуйста. Дальше у нас на очереди издевается, точнее, не издевается, Нагатора второй сезон, получивший название «Не издевайся, Нагатора вторая атака». Ну вы поняли, поняли, да, атака? Атака на девственность сэмпая, по-любому. Нас снова ждет множество различных забавных зарисовок про то, как Нагатора издевается над своим сэмпаем, и на самом деле делает это, возможно, даже не от злобы, а от чувств. Так что сомневаться, любит она его или просто издевается, мы продолжим уже скоро. Нет, серьезно, вы бы хотели такую девушку, как Нагатора? Напишите в комментариях. Ложные выводы второй сезон. Вот про данное аниме вообще ничего не знаю, поэтому просто читаю описание. Нас ждет продолжение истории о странной парочке, расследующей дела о духах, йокаях, призраках и прочей паранормальщине. В новом сезоне героев ждет еще больше неразгаданных тайн, мистики, неожиданных поворотов, непреодолимых трудностей и опасностей. Да, конечно, отношения между героями далеки от идеальных, но когда они объединяются, у них на пути лучше не вставать. Громкое продолжение «Токийские мстители. Рождественская битва». Название «Рождественская битва», но тем не менее это считается вторым сезоном. В очередной раз, вернувшись в настоящее время, Такимичи Ханагаки узнал, что положение дела так лучше и не стало, а все даже хуже как-то стало. Выяснив, что здесь вообще происходит, Такимичи снова совершает прыжок во времени. Надеюсь, во второй раз все исправить как надо. Бродячие псы, литературный гений, четвертый сезон. Наконец-то харизматичные, классные детективы, сасные вернутся, и мы посмотрим на то, как они будут противостоять Достоевскому. Вновь? Да, вот так вот. Потому что очередная злобная организация СМЕРТ, небожители хочет уничтожить мир. А те, кто, казалось, совсем недавно были друзьями, друг от друга отстраняются. Кто выиграет в этой битве без единого проблеска надежды, узнаете скоро. Ну и последнее продолжение зимнего аниме сезона 2023 это Данмач четвертый сезон. Если кратко, Белл и Рю оказались в такой жопе. Наконец-то в Данмачи вернулся тот хардкор с первого сезона, за который я и полюбил данный тайтл. Начинается буквально борьба за выживание на нижних уровнях с охотящимся на вас жнецом. Лично мне безумно интересно узнать, что будет дальше, как герои выберутся из этой опасной ситуации. И выберутся ли вообще никакой ценой. Ну а теперь заглянем чуть дальше и поговорим про весну 2023. Тайтл здесь будет чуть поменьше анонсированных, но тем не менее интересные картины есть. Итак, Невеста-Чародея второй сезон выходит весной 2023 года, то есть в апреле. Часе росла среди чудовища людского непонимания, не зная любви или заботы. Еще маленькой девочкой она лишилась матери и дома. Родные от нее отказались, друзей никогда не было. В ее жизни были лишь кошмары наяву, да проблемы. Череда трудностей и лишения никогда не прекращалась. Но однажды, когда надежда уже угасла, в ее жизни началась белая полоса. Таинственный незнакомец с головой козла покупает ее на рабовладельческом аукционе. И теперь жизнь главной героини резко меняется. Потому что вот этот вот чувак с черепом козла оказался могущественным чародеем, решившим освободить девушку. Чтобы... А для чего спрашивается? Ну, чтобы она стала его ученицей. А впоследствии и невестой. Нулевой Эдем. Второй сезон. Также продолжается в 2023 году. Аниме как две капли воды, похожее на... В хвост феи. Но вроде бы и не совсем похожее. Паренек по имени Шики всю жизнь прожил в окружении роботов в заброшенном парке развлечений. Вот уже сотню лет парк не видел посетителей. И вот у ворот парка появляется милая девушка Ребекка. Не та, что из киберпанка. Со своим верным спутником, котом Хэппи. Появление гостей в парке уже само по себе удивительное событие, но на этом сюрпризы только начинаются. Но особо нет смысла долго рассказывать про парк, потому что герой довольно быстро оттуда сваливает и начинаются их приключения. И, наверное, тот самый тайтл, из-за которого вы открыли данный ролик. Это Клинок, рассекающий демонов, третий сезон, Деревня кузнецов, Деревня молодцов, Деревня дураков. В общем, невероятно популярное аниме наконец обзавелось долгожданной датой выхода. И это апрель 2023 года. Наконец-то мы вновь сможем увидеть продолжение охоты танжеры на демонов, или даже наоборот, пешеного, лютого, забавного иноски, истерящего зеницу и так далее, и так далее. Все в традициях Клинка. Ну и надеюсь, нас познакомят с новыми демоническими лунами и покажут не менее эпичные махачи. Потому что буквально во втором сезоне совсем недавно Уфа Тейбл превзошла сама себя, сделав невероятно эпичный файт между некоторыми персонажами. Доктор Стоун. Новый мир. Третий сезон. Так же продолжается весной 2023 года. По сюжету в один роковой день все человечество превратилось в камень. Много тысячелетий спустя старшеклассник Тайджу освобождается от окаменения и оказывается в окружении статуй. Однако он не одинок. Его друг Сенку так же освободился, и теперь они пытаются восстановить былую цивилизацию. Месть Масамуны. Второй сезон. Вот чего точно никто не ждал, и продолжения, казалось бы, уже и не будет. В детстве Макабо Масамуны страдал вдвойне от лишнего веса и от бесконечных измывательств одной девочке, Аки. Решив во что бы то ни стало отомстить ей, он начал работать над собой. Так сказать, похудеть к лету решил. Спустя годы популярный и привлекательный парень, спортсмен и отличник, переводится в школу Аки. И как вы думаете, кто же это может быть? Да. Плейбой, филантроп, красавчик и просто замечательный человек наконец готов встретиться лицом к лицу с той, кто превратил его детство в ад. Но будет ли его месть так сладка, как он думает? Увидим в продолжении. Одаривая этот замечательный мир взрывами. Спин-офф. Что такое спин-офф? Поясняю. Это произведение, связанное со вселенной Тайтла определенного, но рассказывающее дополнительную историю про какого-то конкретного персонажа, например. Как было с Дан Мачи, когда была история про Айз Валенштайн. От ее глазами показывали события первого сезона. Вот так же и здесь. Пускай Мэгумен и Юн-Юн невероятные представительницы багрового клана, им все равно многому еще нужно научиться. Ведь совершенству нет предела. Юн-Юн принялась изучать продвинутую магию, а Мэгумен пошла по иному пути. По пути магии взрыва. Искусство это взрыв, как говорится. Несмотря на то, что Мэгумен предупреждали о том, что этот вид магии имеет ограниченную пользу при практическом применении, она продолжает верить, что магия взрыва это путь к тому, чтобы стать великой самой желанной волшебницей для отряда. Да и дара одобряет, и никто не способен убедить ее в обратном. В другом мире со смартфоном второй сезон также стартует весной 2023 года. Кто-то вообще помнит про этот тайтл? Кто породил просто огромную волну Исикаев еще? Кто бы выходил еще до того, как Исикаи стали мейнстримом? Вот этот вот тайтл и есть. А про отец вот этих вот всех вот Исикаицев, которые сейчас выходят. Потому что до этого как-то я не помню, что прям много Исикаев было. В общем, чувак, его убило молнией. Просто, блин, молнией убило, он переродился в другом мире. И бог у него спрашивает, что ты хочешь с собой, ой, что тебе надо? Он говорит, мне смартфон. Я настолько зависимый от смартфона, что мне смартфон с собой, пожалуйста. Ну, он говорит, ну смартфон так, смартфон держи. Вот, а заодно еще там ему и магию дал крутую всякую разную. И теперь он там высекает, такие дела творит. Просто препятствий не видит, скольжение применяет, деваха хмуряет, гарем собрал, всех перецеловал и пока не перетра... Ну, в общем, вы поняли. Вообще, без понятия, что ждать во втором сезоне, но посмотрим. Также весной продолжается рейтинг короля Сундук с сокровищами мужества. Или же рейтинг короля второй сезон. История разворачивается вокруг Боджи, глухого бессильного принца, который не способен воспользоваться даже детским мечом. Как первенец, он упорно трудится и мечтает стать величайшим в мире королем. Однако люди за его спиной перешептываются, что король из него будет никудышный. Впервые в жизни Боджи заводит себе друга. Тень. Самая обычная тень. Просто тень. Вы дружили с Тенью? А вот он дружил. А на самом деле оказывается, что Тень это выживший член некогда уничтоженного клана убийц. Без своего клана он еле-еле сводит концы с концами, промышляя грабежом. А история показывает различных людей на пути у Боджи и его судьбоносную встречу с Каке. После которой его жизнь начинает меняться. Аниме в очень необычной рисовке, но тем не менее завоевавшее просто какую-то лютую популярность и положительные отзывы от зрителей. Вот мы и подобрались к лету 2023 года. Здесь всего у нас один тайтл анонсирован на эту дату. И это Магическая битва 2. Вот тут, я думаю, вы удивлены. Все ждали. Вау, 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 круто, Магическая битва, наконец-то. Лично я этот тайтл тоже не смотрел, но описание вам, конечно же, закину. Мир, в котором демоны питаются людьми, а те об этом даже не догадываются. Когда-то давно самый могущественный демон был повержен, а часть его тела разбросана по свету. Тот, кто сможет их собрать и поглотить, получит безграничную власть. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Грубо говоря, собери по кускам могущественного демона и разделяя властвуй. А главного героя волнуют насущные проблемы. Почти все время парень проводит в больнице с дедушкой, поэтому, чтобы отвязаться от настырных предложений вступить в спортивные клубы, он записывается в оккультный. И внезапно оказывается в эпицентре борьбы за людские судьбы, когда его приятели снимают заклятие с некого магического артефакта. Ну, вот мы и подошли к тайтлам, которые анонсированы на 2023 год, но пока не обзавелись датой выхода, даже сезоном. Вероятность того, что их покажут в 2023 году, равна 50 на 50. Либо перенесут на 2024 год, либо эти тайтлы покажут, скорее всего, осенью или летом 2023 года. В этот список у нас входит Сатана на обработке 3 сезона, Атак Титанов, Финал, Финал, Финального, Финал, Финал, Финал. Класс Превосходства 3 сезон, Наши Поли Брани или Священная Война Зарождение Нового Мира 2 сезон, Герцог Смерти и его Темная Горчица 2 сезон, Ринкарнация Безработного 2 сезон, Унеси Меня на Луну 2 сезон, Всемогущая Магия Святой 2 сезон, Семья Шпината 2 сезон, И совсем недавно анонсированный Убийца Гоблинов 2 сезон. Кстати, студия, которой им раньше занималась, White Fox, сменится на другую студию Liden Films, Которая, нельзя сказать, чтобы прям очень известна своими работами, но она занималась такими релизами, как Терраформирование, Клинок Бессмертного, Клетки за работой Темная Страна, Песнь Ночных Сов, Токийские Мстители и Сказания об Арслане. Режиссер, кстати, останется тем же. И я не устану это повторять. Офигеть, сколько классных продолжений нас ждет в 2023 году. Ух, сколько продолжений-то. Класс. Пиши в комментарии те продолжения, которые ждешь больше всего именно ты. Лично я из этих продолжений жду четвертый сезон Бродячих Псов, Дан Мачи, четвертый сезон, вторая часть, Клинок Рассекающий Демонов, третий сезон, Деревня Кузнецов, одаривает этот замечательный мир взрывами. В другом мире с смартфоном? Нет, не жду. Хотя, конечно, из уважения к тому, что это один из первых аниме-сериалов, которые я озвучил на Ани Либри, я его, конечно же, озвучу. Ну и из тех, что анонсированы на 2023 год, я также жду Атака Титанов, Финал, Финал, Финала. Если она будет в 2023 году, хотя вроде бы анонсирована на 2023 год. Поли Брани, между тобой и мной, второй сезон. Неплохой тайтл был, довольно-таки стебный, много дыр там было, интересно, забавно посмотреть. Герцог Смерти и его Темная Горчица. Горничная второй сезон, тоже очень-очень жду. И, конечно же, второй сезон Семьи Шпиона. Все. Вот это вот я все жду. Также не забывайте про поддержку на Бусте, ведь когда вас наберется 200 платных подписчиков, я, наконец-то, начну выпускать озвучку манги Человек-бензопила. Пока что первые книги, а там посмотрим. Ну и плюс вас там много эксклюзивного другого контента ждет, начиная с обложек видосов в проекте Фотошопа, заканчивая эксклюзивными роликами, такие как Рун-тур, обзор помещения, где живу и так далее. Ну и записи стримов, конечно же. Все, спасибо за просмотр. Услышимся в аниме в 2023 году в новых. В ближайшее время в Бродячих Псах, наверное. Всем сау!